Шалом, я Итан Шишков Я Александр Ковнатор И вместе мы рады поговорить с вами Из нашей студии в Хайфе Шигра Постоянная рутина У каждого из нас есть рутина Или выпить чай-кофе утром Есть любимое кресло, в котором нам удобно сидеть И даже если мы находимся в своей любимой общине У нас есть там любимое сиденье, стульчик, на котором мы предпочитаем И с одной стороны это может быть тюрьмой Но с другой стороны Бог сотворил нас такими И сегодня мы хотим рассказать о исчислении снапов И мы здесь в студии, не знаем когда вы будете нас смотреть Но сейчас во времени мы находимся во время исчисления Омера Так называется специальный период между праздником Песох и праздником Шавуот Прежде всего прочитаем стихи из книги Левит Которые дают нам инструкцию относительно вот этого времени Левит 23.15 От дня следующего за этой субботой От дня возношения снапа От считаете 7 полных недель На 50-й день День следующий за 7 субботой Совершите Господу хлебное приношение из муки нового урожая Принесите из своих селений два хлеба для возношения На каждый должно пойти две десятых эфы пшеничной муки Их нужно испечь из дрожжевого теста Это приношение Господу из первых плодов урожая И несколько раз мы слышим слово сосчитать Поэтому у нас это называется исчисление снапов Сноп это ассоциация с сжатвой пшеницы Ну в принципе у нас есть 50 дней которые нам надо считать И сейчас мы можем подумать о исчислении, считании Считать это то, чему научат нас родители Как детей с очень маленького возраста Я недавно был в Корее И есть очень много корейцев которые любят язык иврит И люди приходили чтобы посетить нас И они принесли с собой маленького ребенка, ему года два наверное Вот ты можешь продемонстрировать это, как считают на иврите И вот такой корейский митчик с корейским акцентом И так далее Я был в шоке И это подчеркивает важность исчисления, считалки И также здесь упомянуто, что Бог сказал принести две буханки хлеба И вот это интересно И когда мы думаем о рецептах для Песоха Это совсем наоборот Не кушайте квасного Но здесь Бог дает инструкции только квасное Мы с Божьей помощью к этому теме вернемся Считать это что-то ценное для нашего существования Мы пользуемся часами Мы пользуемся календарем Это внутри нашей жизни И в общем-то Бог сказал в первой главе Во всей Писании Бытие 1.14 И сказал Бог Пусть будут светила на своде небесном Чтобы отделять день от ночи Указывать сроки Отмерять дни И года И даже те изменения, которые мы видим каждый день в своей жизни Они происхождением от Бога Когда мы думаем о 50 днях Это не что-то исключительное Бог дал нам один день посреди семидневки Каждую субботу Останавливаться от работы И как будто бы возвращаться к Богу Потому что он знает нас Он знает, что мы нуждаемся в помощи Мне нравится понятие ожидания То, что включено в исчисление снопов Когда есть что-то особенное, которого мы ожидаем Иногда мы считаем, сколько дней осталось От дугма Акшав Абат שלי Мехака л'хатуна шала А, сейчас моя дочь ждет, не дождется до своей свадьбы И она точно знает, сколько дней осталось до хупы Почему? Почему это так важно? Потому что это та вещь, о которой она мечтает Она очень любит своего жениха Она очень хочет выйти за него замуж Наверное, это самый важный день в ее жизни И поэтому она считает Я думаю, что Бог хочет построить внутри нас ожидания И может быть это было частью того, что мне хочется использовать слово психология Ну, давайте скажем так Бог знает нашу природу, потому что Он нас сотворил И он говорит Ребята, посчитайте те дни, которые проходят между Песох и Шавод Потому что я намерен сделать что-то особенное в Шавод И вскоре мы узнаем, что Он так сделал И так Бог делает внутри нас ожидания И мы узнаем из Писания, что вместе с верой нам нужно еще терпение Насколько я помню, в послании к евреям написано Через веру долготерпением наследовали обетование И мы можем это применить ко всем праздникам Ну, каждый год мы делаем то же самое С тех пор, как я обнаружил еврейское происхождение праздника Я стал праздновать Песох Это уже почти 40 лет Но вот этот год Я сделал некоторые новые вещи Несмотря что я не такой же молодой Были внутри комнаты внуки Мы делали тот же самый порядок Тоже самое книжку читали Но Бог дал нам что-то новое, свежее Очевидно, что внутри рутины Бог хочет дать что-то освежение Итак, у нас есть соединение Шел кецев шеграти То есть обыденного ритма Шевуа, ахри шевуа, ходош, ахри ходош Но подходить к каждому дню с новым ожиданием Несколько слов от цифры 50? И я уверен, что можно написать, что можно написать целую книгу Несколько слов от цифры 50? Начнем с семерки Знаете, это менура делится на семи этих огоньков И у нас есть семь умножить на семь Совершенство на совершенство Мне кажется, что Бог хочет через это что-то нам намекнуть Ребята, сосчитайте семь дней в неделю Умноженное по семь раз Если мне напомнил что-то, что Иешуа сказал Если я не знаю, что это было Кефа Он спросил его, сколько раз надо прощать? И что ему Иешуа ответил? Семьдесят раз Это значит, что как будто бесконечная полнота Продолжай прощать Потому что это моё И так мы приходим от 49 к 50 И 50 в Писаниях Даже однозначно Мы знаем, что через каждые 49 лет Пятидесятый год Это юбилейный год Те, которые у которых есть долг Они освобождаются от долга Тот, кто потерял своё родовое имение И он может получить её обратно И смысл 50 это Бог хочет вернуть нас в наше наследство И в следующий раз мы продолжим на эту тему Туда Спасибо Дорогие друзья Шалом Мы рады приветствовать вас на нашем веб-сайте Оазис Медиа В 2013 году, в январе Мы запустили этот проект И наше желание было выставлять максимальное количество Мессианских видеоматериалов Чтобы интересующиеся могли понять Рассмотреть И выучить какие-то аспекты Библии С еврейской позиции Уверен, что это помогает вам У вашей веры Чтобы становиться и возрастать И понимать Писание намного больше Вместе с этим я хочу напомнить вам Что этот волонтёрный, добровольный проект Мы ведём, выкладываясь полностью И лучшие люди работают над ним Это стоит нам денег Я не очень люблю просить Но в данном случае обращаюсь к вам с просьбой Если Господь располагает вас Ни в коем случае вы ничего не обязаны И вы всё-таки захотите пожертвовать Два, пять, три доллара Сколько захотите То при множестве Это усилит наши возможности Переводить материалы с еврита Давать вам видеть большее количество учений И я уверен, что это будет благословение И для вас, и для нас Мы создали такую возможность Если вы нажмёте вот на эту кнопку Донейт Пожертвовать И войдёте в неё То там будет возможность Через PayPal систему Сделать небольшое пожертвование Это будет благословением Уверен для нас Уверен для вас Пусть Бог благословит вас Спасибо, что вы с Оазис Медиа Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры подогнал «Симон»! Спасибо за просмотр! Продолжение следует...